В прошлый раз о чем проповедовали? Кто помнит? Покаяние. И сегодня я хочу продолжить. То есть сегодня тема называется «Покаяние с цифркой 2». Потому что вот, как я уже вначале сказал, в прошлый раз, что вот покаяние – это такое короткое слово, но в котором заключено практически все. И весь смысл. И я даже, размышляя об этом, не раз сам заходил в тупик. Не запутываю ли я людей, объясняя покаяние? И иногда я прям перед Богом признался. Бог, зачем я буду это говорить? Я их куда-то вот не туда, может быть, веду. Но потом приходили опять мысли, я успокаивался. Знаете, как я в прошлый раз признавался, что очень важно признаваться, как с плиткой там было. Вот с того момента, как я начинаю признаваться, да, в каких-то вещах перед Богом, как есть, Бог начинает с тобой говорить, начинает тебе открываться. И вот как я даже признаюсь Ему в том, что не заблуждаю ли я людей, ну, я же могу просто сказать, да не, я точно никого не заблуждаю, я же хорошо. Все, сразу начинаю, могу уводить кого-то в сторону, да. Если признаюсь и испытываю себя, и страх Божий есть в моей жизни, Бог говорит. И вот хочу продолжать на эту тему еще раз разговаривать, потому что вот она требует еще нам вот покопать немножко. Знаете, вот покопать для того, чтобы как побольше было ясности, вот что же такое покаяние. Потому что это, с одной стороны, очень простое, да, и действительно это является часто очень простым таким моментом. Надо покаяться просто и все. И вот, например, в контексте, когда Петр сказал, вот в день Пятидесятницы, когда Дух Святой сошел, он сказал свою проповедь, и вот, ну, люди умилились сердцем, написано, и говорят, мужи, братья, что же нам сделать? И Петр им говорит, покайтесь, креститесь и примите Господа, да, покайтесь, обратитесь, да, и вроде как бы все просто. И действительно, да, что им, ну, действительно покайтесь, то есть как бы, ну, развернитесь, вот вы просто признайте, что это вы распяли Христа, что вот вы стали, пускай вы не понимали, что вы делали, но вы стали вот этими соучастниками, да, и вот в данном случае там было все ясно, к чему он говорил покайтесь, да. Поэтому вот часто покаяться тоже, да, вот в религиозном таком контексте, да, вот в частности там в православии часто покаяние является чем-то таким как бы обрядовым больше, тебе нужно покаяться, соответственно нужно сходить в церковь и найти священника там, подойти к нему и сделать исповедание, и вот это является твоим как бы покаянием. Тоже имеет место быть, да, тоже имеет место быть, но вот все-таки покаяние как бы вот в библейском его смысле, да, это метаноя, слово греческое, слово метаноя, изменение ума, разворот ума, отдумался человек, да, вот он думал так и вдруг он, и вот, и он развернулся, да. И вот как бы поэтому я сегодня хочу говорить о таком как бы моменте как глубина покаяния, глубина покаяния, потому что можно быть просто в поверхностном покаянии, а вот ну докуда же нам нужно вот покаяться, чтобы вот ну действительно мы вот смогли что-то вот ощутить, что вот ну мы в покаянии, мы действительно вот дарыли наконец-то, вот смотрите, откуда я беру это слово глубина, притча строители, когда Иисус говорит то, что кому подоблю мудрого строителя, да, тот кто копал, углубился и построил свой, заложил свое основание своего дома, заложил на скалу, да, вот он копал и углубился, а неразумный он что делал, он не копал, он просто положил свое основание на песке, да, и пришли проблемы и все, дом упал, да, вот поэтому вот наше покаяние, именно глубокое покаяние, осознанное покаяние, покаяние во всех сферах нашей жизни, понимаете, потому что вот что есть мир, мир есть похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, и мы можем иметь покаяние в двух сферах, например, похоть плоти и похоть очей, вот мы уже там не грешим, видим и грехов не делаем, но с гордостью житейской посерьезней, потому вот в современном переводе гордость житейская называется все чем люди так гордятся в этой жизни, и вот здесь уже вот эта сфера, то есть если, например, сфера похоть и плоти и похоть очей, она как бы вот часто церковью, да, стенами церкви, общением, она как бы отрезается так, потому что это видимое, да, мы даже можем иногда видеть, на что человек смотрит, и вот я, например, когда еду с женой или иду, да, и проходит девушка красивая, да, то есть если у меня вдруг голова повернется, я понимаю, что моей жене это будет неприятно, да, и моя голова часто не повернется из-за чего? могут глаза только так, раз и все мы люди, мы люди не говорите мне, что у вас ничего не поворачивается я не верю вам, потому что, ну да, вот, вот она, похоть плоти, похоть очей, да и как бы, ну, ее можно так визуально сделать, как будто у тебя нет, потому что, ну, много раз мне хочется повернуться, но я беру себя в руки и не поворачиваюсь, да и ну, это тоже не является полной победой но вот с гордостью житейской, с ней посложнее потому что это все, чем люди так гордятся в этой жизни вот любой повод для гордости, любой повод для возвышения и это очень даже преспокойно проникает в церковь и межцерковное общение, связи и так далее понимаете, то есть как бы люди гордятся своей позицией люди гордятся тем, как они поют и прославляют Бога аминь и как нам избавиться в этой сфере, вот, да поэтому вот я и говорю, что покаяние, оно должно проникнуть во все сферы нашей жизни полностью, как бы, вот, да вот во всех моментах у тебя должен произойти вот этот вот разворот ты должен научиться чувствовать, да чувство, как Павел говорит, чувство навыкам приучены к развлечению добра и зла понимаете, то есть вот настолько ты позволил Богу осветить себя просветить себя, проникнуть в себя что у тебя везде сигнализация уже стоит чуть ты возгордился, чуть у тебя появились не те мотивы и ты уже способен Богу о них рассказать то есть ты способен покаяться аминь и вот здесь, ну, я говорю, что на чем мы должны опираться, вот, ну, в своем покаянии я вам свой пример рассказывал, да и, ну, мой пример, это мой пример, частный пример если я буду все основывать на своем примере, то это будет очень, ну, мало для вас и однобоко, вот я вам говорил, как на меня, вот, действовал этот пример покаяния со слезами, да вот, ну, другого примера не было и для меня был вот стереотип такой, что чтобы по-настоящему покаяться, нужно обязательно, чтобы прям пробрало, брызнуло, прям, вот, почувствовать себя плохо так что даже подделал это ну, вот, слава Богу, что дал вот этого духа дал вот уже вот это вот настоящее покаяние, чтобы поймать себя на этом поймать себя на этом и сказать нет, вот, вот, вот здесь я делаю разворот в своей жизни вот здесь, вот в этих мотивах я делаю разворот что, ну, если не приходят слезы не приходит вот это вот чувство ну, не приходит но я же хочу я же хочу быть настоящим христианином Я хочу иметь настоящее отношение с Богом. Вот здесь, и что я делаю? Я продолжаю копать. Понимаете? То есть мы должны так копать, столько копать, так углубиться, чтобы вот прям, ну, действительно, наша жизнь, мы поняли, вот она на фундаменте поставлена. Кто фундамент? Иисус Христос. То, что мы убрали, мы расчистили весь песок. Мы действительно, вот все, вот оно. Но, и, ну, часто это, ну, как бы не всегда приятные моменты в жизни. И вот сегодня я хотел, вот я говорю, Библия нам показывает встречи людей с Иисусом Христом. Но не все встречи с Иисусом Христом нам вскрыты во всей глубине у людей. Часто вот у нас даже есть вот 12 апостолов этих, и мы про них ничего не знаем. Но у нас есть один Петр, про которого мы прям вот, ну, знаем достаточно много, компромата, так сказать, да. И я уже вот, ну, как-то говорил, я делился этим, что вот, когда я слушал проповеди, говорю, я любил таких героев, как Давид, апостол Павел, там, вот таких крутых. А Петр, косяковый он такой, выскочка. Но вы знаете, он ближе к нам всем. Он настоящий. Он человек. Он человечный. Он с ошибками. Понимаете? Он вот, и нам Библия его вскрывает. И поэтому Иисус говорит, вот ты, Петр, ты камень. Он нам, вот ты, вот с тобой я буду работать. Я покажу на тебе свою силу. Понимаете? Силу своей любви. Силу изменения личности по-настоящему. Потому что вот нам нужен определенный процесс. Поэтому я говорю, покаяние, как мы и должны вот это вот понять, что есть, ну, как покаяние, как разовое такое, вспышка, да, развернулся. И у нас обязательно должно быть покаяние, как процесс. Покаяние, как процесс, да, вот этот вот разворот, вот это вот копание, да. И мы видим, что Петр первый раз. И вот я говорю, я сегодня хочу говорить о Петре и Павле. Вот о двух людях, как Библия, которых нам вскрывает. Петра вскрывает нам в его вот в этих поступках не очень красивых, да, в его человечности такой. А Павла Библия нам вскрывает в его мыслях. Он рассказывает всем открыто о своих вот этих внутренних мыслях. Вот, понимаете, вот нам Библия больше не дает никакого человека, который бы вот взял и свои мысли все рассказал. И представьте, эти мысли стали посланиями апостола Павла. Стали Словом Божьим. Вот эти вот измененные мысли человека. И он нам их скрывает. Аминь. Потому что, когда он говорит, что «Кто спасет меня от всего тела смерти?» И вот он начинает разбираться. Он вот действительно начинает там... Представьте, как он копает. Представьте, как он себя вот это вот скрывает. Вот римлянам, шестая глава. Домашнее задание вам. Кто читает? Помните, еще раз. Шестая, седьмая главы. Седьмая, наверное, в особенности, где вот он там закон. Вот закон, он же добрый, но грех настолько сильный, потому уже я не делаю то, что я хочу. А что не хочу, то делаю. Вот оно, понимаете? Вот оно копание. Вот оно где, ну, находится. Вот он куда свет Божий хочет проникнуть в нашей жизни. Понимаете? Что, ну, я не всегда делаю то, что я хочу. Я раб греха, если я без креста. Но если я во Христе, то я уже эти вещи вижу, и я их определяю. И я уже могу делать выбор. И Иисус Христос дал мне Духа Святого для того, чтобы я делал выбор относительно того, что я уже вижу. Понимаете, да? Почему Иисус сказал фарисеям, они говорят, когда он там говорит, то, что я пришел, чтобы слепые прозрели. И фарисеи говорят, неужели, Господи, и мы слепые? Он говорит, ну, помните, я уже что-то забыл, что он сказал. Он говорит, ну, да, если бы вы были слепы, то не имели бы греха в себе. А как говорите то, что видите, то грех остается на вас. Понимаете? И вот здесь вот нам открывается суть христианства, что церковь может быть набита людьми, не имеющими внутреннего покаяния, не имеющего вот этой вот глубины. Они фарисеи, они зрячие, они судят грешников. А вот те, которые на самом деле уже прошли через это, да, которые, как Петр, может быть, упали, или которые, как Павел, были гонителями церкви, да, они смогли развернуться из этого своего состояния, и они имеют любовь уже, имеют сострадание, имеют понимание того, что, ну, человек грешен, а Бог святой. И Иисус пришел для того, чтобы спасти грешников. Он умер за нас, когда мы были еще грешними. И вот мы видим Петра в его пути, в начале, какое у него красивое покаяние. «Выйди от меня, Господи, ибо я грешный человек, и оставил все, и последовал за ним, и следовал за ним, и был его учеником. И я за тобой и в темницу, и на смерть». А Иисус ему говорит, петух не пропает, как трижды отречешься от меня. И в этом нет, на самом деле, никакого осуждения. Иисус просто констатирует факт. Он говорит, Петр, я тебя еще, ну, другими словами, я тебя еще не изменил. И ты, ну, имей в виду, что ты еще копнешь, понимаете, копнешь внутрь себя, и увидишь все, что там в тебе скрыто. И вот с ним происходит это. И пропел петух, и Петр встретился глазами с Христом, и горько заплакал. И некоторые люди думают, что вот оно, как бы, тут слезы покаяния. А я, знаете, я так не думаю. Я однажды это заявил, ну, как бы, вот я видел, как люди были в шоке. Вы знаете, он не заплакал от того, что, ай, какой я гад предал Христа. Вот невозможно от этого заплакать. Знаете, почему? Потому что, если бы он это вот как осознал, он бы в этот момент мог сказать, нет, я его знаю. Но он это не делает. Знаете, от чего он заплакал? От бессилия своего. Он реально увидел, что вот он не способен сейчас за ним следовать. И ничего он с собой сделать не может. И его разрывают с его Господом и Спасителем, со Христом, а он сделать ничего не может. В нем нет силы. И он просто вот может, все, что он может, это просто плакать от этого. Не от сожаления того, что какой я... Потому что, если я плачу от сожаления, какой я предал его и не смогу, вот я отрекся. Это, ну, как бы, что тебе мешает сейчас идти и кричать, что ты его ученик? Ведь ситуация еще не закончилась. Понимаете, нет? Понимаете глубину? Мы привыкли думать так, что Петр плачет в раскаянии, что он отрекся. Он плачет от бессилия. Он плачет от... Вот потому что вот, ну, ничего не может сделать. Вот ему страшно, и он понимает, что он себя сейчас любит и боится больше, чем он любит Христа. Понимаете? И вот, и все, что ему остается, это только плакать. Потому что вот ничего сделать он не может. Он не может пойти против себя. Вот он такой. Ему страшно. И слабый он. Поэтому остается только горько плакать. Ничего он сделать не может в этой ситуации. Поэтому вот и мы тоже часто, ну, в своем покаянии, да, в своем осознании того, кто мы в своем копании должны, ну, действительно прийти к тому, а кто я? Кто я на самом деле? Я следую за Христом, потому что мне что-то от Него нужно? Потому что Он такой сильный в моей жизни? Или я вот действительно вот полностью следую за Ним? И часто вот, ну, не все, ну, как бы вот для того, чтобы нам начать за Ним полностью следовать, мы все-таки пройдем через эти моменты собственной слабости и невозможности за Ним следовать. Потому что если ты следуешь за Ним как герой, такой, который, Господи, я помогу тебе, ну, недалеко ты уйдешь. Потому что нам действительно нужно вот, ну, понять, что мы не можем сделать ту Его работу, которую Он сделал. Он заплатил за это. Он пошел на крест. Он нас оправдал. Он Бог сильный. И вот в результате всех этих переживаний, когда Христос все равно приходит к Нему, да, они общаются опять с Петром. Любишь меня? Любишь меня? Любишь меня? Да люблю, Господь. И действительно любит. Ну, и действительно вот, ну, уже не говорит. И умру, и на крест пойду. Люблю. И все. Вот это, ну, вот мы к этому должны прийти. Бог нас не требует от нас геройства. Бог хочет, чтобы мы просто вот, ну, действительно, ну, дошли вот до вот этого вот настоящего фундамента, до этого настоящего вот покаяния. Кто мы, кто Бог, что Он для нас сделал, и что теперь нам с этим делать. Что нам, в принципе, нужно это все принять. И если мы принимаем, мы начинаем, я говорю, смотреть даже на других людей по-другому. Мы уже не судим людей. А пока мы вот, ну, до этого не дошли, мы можем быть фарисеями. И действительно вот меняется характер Петра потом. Меняется, потому что, помните, как Он ведет себя с вот фарисеями на суде, когда их взяли, схватили, били или угрожали, я не помню, после этого побили. И говорят, не проповедуйте о Нем. Мы запрещаем вам проповедовать о Христе. И это не шутки. Это, знаете, это не просто так тебе сказали там, не проповедуй. А это тебе люди сказали, у которых есть власть тебя убить, распять, побить камнями и так далее. И он находит в себе уже сил и мотивы. И он не выступает там, как герой. Мне нравится уже вот это вот мышление Петра, измененное, когда он говорит, ну, посудите сами. Нам Бог сказал говорить, а вы говорите, не говорите. Что нам делать? И вот, ну, понимаете, вот откуда рождается, ну, вот настоящий довод, настоящие мысли, настоящая уверенность уже. Не какая-то пафосная уверенность, не какой-то фанатизм. А действительно, вот, ну, и у людей не остается тоже довода, действительно, ну, что с этими людьми сделать. Они верят, что это от Бога, и они просто этому следуют. А, все, ладно, дайте им палок и отпустите их. И вот Петр уже, он начинает практиковать, он начинает уже вот, ну, возрастать вот в этой вот силе Божьей, вот, именно вот быть таким, какой он есть просто. Понимаете, вот он в этой ситуации такой, какой он есть. Но у него уже есть мудрость от Духа, уже Дух Святой пришел, и он уже другая, другая личность, в нем преобладает. Но что самое интересное, если мы читаем дальше, в посланиях Павла, где Павел встречается с Петром и рассказывает нам про то, как он обличил Петра, как Петр опять по плоти начинает быть тем же Петром. Помните или нет этот случай? Когда он пишет, что я при всех открыто обличил Петра, что когда, ну, как бы мы были все вместе, и он общался с язычниками, мы ели, мы пили, и, то есть, ну, у него было это откровение, другими словами, он был собой. И вдруг, когда пришли люди от Иакова, да, то есть, пришли люди из Иерусалима, такие фарисейской закваски, он начал прятаться и таиться, не берет телефон уже, алло, Петр, абонент, не абонент, голова болит, температура и так далее. Вот она, да, и мы видим, вот почему нам Библия, она нас проводит, она нас проводит прям действительно по Петру, что вот нету идеального человека вот так вот до конца, чтобы вот даже в этом состоянии там уже нету тех прям, кто хочет убить, но есть вот эта вот атмосфера в церкви, вот эти вот авторитеты духовные, он знает ихнее мнение, и чтобы не портить с ними отношения, он лицемерит. Знаете, Павел говорит, он лицемерить стал, он говорит, и я при всех открыто его обличил. Ты, будучи иудеем, проповедуешь язычников жить по-иудейски, то есть, ты, будучи верующим, говоришь, как нужно жить верующим людям, оставить свой образ жизни, свой образ мысли, а сам поступаешь, как лицемеры, как язычники, вот просто подстраиваешься под ситуацию. И Библия нам не говорит, чем закончилась эта ситуация, но я понимаю, как закончилась эта ситуация, Петр принял, Петр принял это исправление, принял это обличение от более молодого, а и от более вот молодого в Боге даже Павла, который вот как свет явился, да, и обличил его в этой ситуации. Эта ситуация была, ну, сложная, потому что он, говорит, даже Варнаву ввел заблуждение в своем примере. То есть, мы видим, что Петр продолжает оставаться человеком, понимаете или нет? Апостол Петр продолжает оставаться человеком. А зачем мы тогда в святых превращаемся, в таких, что мы не грешим, и вот нам надо не забывать оставаться человеком, не забывать. Библия так учит. Библия нам показывает, вот, вскрывает нам Петра. Немного людей, я говорю, вот, которых мы можем так увидеть. Вот, поэтому вот оно, покаяние, да, то есть, вот он однажды покаялся, и смог покаяться потом еще раз, и мы видим, смог покаяться еще раз, будучи апостолом. Да, заблудился, да, вот, плоть она тут выскочила и поступил, как удобнее мне. И что, он перестал быть после этого апостолом? Нет. Бог нас не любит меньше, если мы согрешаем. Поймите это. Он не начинает нас меньше любить, если мы ошибаемся. То, что мы ошибаемся, еще раз показывает нам, что мы люди. То, что мы ошибаемся и согрешаем, и признаем, действительно, в наших жизнях, ну, вырабатывает вот это вот тоже милосердие к другим людям. Мы становимся более, вот, людьми, которые способны принять чужие ошибки, чужую боль. Другой пример покаяния – это Павел. То есть, мы в Петре, мы видим вот процесс и, опять же, вот эти точечные моменты, да. То есть, я еще раз хочу сказать, да, я сегодня говорю о покаянии, и вот наше тоже покаяние, и наше вот, ну, учение и понимание, оно должно быть основано, в первую очередь, на Библии. И вот мы должны увидеть в Библии вот эти примеры, разнообразие примеров, неоднобокость, не только вот так вот и все. Вот у тебя должны быть, ты выйдешь, покаешься, в церковь произнесешь молитву покаяния, обязательно, слезки желательно. Не говорится никто, но слезки хорошо, да. Вот. И все. А что делать вот с этой вот, да, как у Петра, всплывающей периодически природой? Что, я не христианин после этого? А Библия нам говорит, нет христианин. Ну, вот я не как апостол Павел. Вот Павел, он как, он шел, и у него как свет с неба ему дал, он как один раз развернулся, так развернулся на всю свою жизнь. Да, апостол Павел так развернулся. Но у апостола Павла была как бы другая жизнь, другая судьба. И он очень в своем первом вот этом, первом этапе жизни, фарисействе своем, он очень там глубоко туда ушел. Он очень был в этом уверен. Он очень полностью был посвящен. И потом, когда Бог его развернул своим светом, осветил его, да, он упал с коня, ослеп на три дня, Бог с ним поговорил, за него помолились, ему все открылось, и он сразу идет и начинает проповедовать о Христе. И мы иногда можем тоже такое покаяние людям проповедовать. Но будет ли толк большой, вот что мы будем обычным людям, грешникам проповедовать покаяние Павла? Мы можем ввести людей в заблуждение, в том, что после покаяния ты должен сразу прям идти и проповедовать. Апостол Павел, у апостола Павла было с чего проповедовать? Апостол Павел был очень сильно, как бы, наполнен, прогружен Словом Божьим в своей жизни, правильным Словом Божьим. Просто вот при покаянии произошел его вот этот разворот в сторону Христа, и у него все пошли эти вспышки, откровения, как вот, что Бог это все планировал изначально, ему Ветхий Завет стал понятен. И, конечно, он пошел проповедовать, он не может держать это внутри себя, потому что ему настолько вот это все, оно всплывает. Вот, поэтому, ну, опять же, да, определенные моменты, они есть одинаковые у тех и других. И вот, я говорю, то, что должно быть, как бы, у христианина, это все-таки желание проповедовать и желание исповедовать Иисуса Христа. То есть, вот, при твоей встрече с Богом, при твоем, вот, ну, настоящем к Нему обращении и покаянии, ты уже не можешь быть таким вот, ну, человеком обычным. Тебе уже нужно о Нем говорить, тебе нужно о Нем свидетельствовать. И сам Иисус об этом говорит. И это первое, как бы, такое испытание в нашей жизни, когда мы начинаем открыто Его исповедовать. Потому что, вот, именно, вот, при покаянии, при развороте, потому что, действительно, в твоей жизни меняются ценности. Раньше ценности были одни, а сейчас ценность стала Христос, Бог, духовные ценности. И тебе хочется о них говорить, да, потому что от избытка сердца говорят уста. И вот, ну, вот это должно быть, и Христос про это говорит. И не бойтесь этого, не потеряйте этот момент. Потому что, знаете, можно привыкнуть к этому не говорить о Христе. Вот, ну, хотелось, хотелось, а потом где-то и перехотелось. Потому что хотелось людям казаться адекватным больше, да. То есть, ну, как я, у меня родственников столько, как я вот им, там, всем, вот, ну, скажу. И как, понимаете, вот, это касается очень сильно сфер нашей жизни. Поэтому, вот, ищите все равно этот момент, да, вот, со своими родственниками, друзья, в своем окружении, чтобы заявить об этом. Что вы теперь христианин, что вы верите в Христа, что вы, ну, как, вот, какими словами вы это не скажете, не знаю. Но самое главное, вот, вы скажете об этом, просто скажете об этом, потому что, вот, ну, Иисус сам об этом говорит. Это как, вот, я говорю, я однажды там собрался написать книгу, мне захотелось. Я начал в интернете копаться, а как написать книгу, и там, вот, какие советы там дают. И первый совет я такой нашел со мной, если ты собрался написать книгу, скажи всем своим родственникам, знакомым, друзьям, что ты собираешься написать книгу. Потому что, ну, это такое, это вещь как бы непростая, но, вот, они тебя потом будут спрашивать, ну, что, пишешь? Ну, что? И здесь так же, здесь так же работает. Некоторые люди думают, вот, такая вот хитрая мудрость есть, что, ну, я сначала изменюсь, а потом скажу им уже, вот, посмотрите, как я изменился. А Иисус говорит, не исповедуешь меня устами и не изменишься, ну, другими словами, да? Вот, ну, действительно так, не будешь исповедовать, потому что, кто верует сердцем, есть, ну, я говорю, есть два таких духовных закона. Кто сердцем верует, устами исповедует. Вот, ну, вот, христианин, он такой, он и сердцем верует, и устами исповедует. Потому что в такой хитромудрости можно сказать, что исповедание устами, оно не такое важное, как верование сердцем, как, действительно, вот, мои дела в вере, которые я делаю. А Иисус говорит, нет. И по Петру мы тоже видим, что он его, вот, вот, принимал его исповедание. Я за тобой в темницу и на смерть. И, ну, он это исповедовал. Он исповедовал в своей семье, да, вот, как Петр, он двинулся вообще в своей жизни. Оставил все и пошел за Христом. Оставил лодку, мы знаем, оставил жену. Но мы знаем, что это на какое-то время, тоже даже сам апостол Павел говорит, то, что разве я, только мы с Варнавой тут не женатые можем быть. Не можем ли мы, как апостолы, братья Господа и Петр, взять с собой супругу верную и, как бы, двигаться? И мы поэтому понимаем, что Петр дальше двигался с женой. Ну, нигде это, как бы, вот, не усматривалось, но это Павлу было известно. Вот. Но сначала точно он двигался без жены, да, потому что, вот, видно было, что он оставил и пошел. И я говорил, что все-таки, когда мы начинаем, мы будем проходить через вот это вот давление окружающих. В первую очередь здесь. Окружающим на самом деле все равно, вы поймите вообще. Им вот до тебя, нам здесь больше всего не все равно, как обо мне подумают и так далее, понимаете? И вот оно, вот оно первое такое задание, первое такое испытание, начать исповедовать Христа, говорить, что ты христианин, говорить, а что это ты, не куришь, не пьешь? Ну, да, бросил просто. Все, момент прошел. Ты просто бросил. А если ты сказал, да, я христианин, я верю, я в церковь хожу. Да, это вызовет у человека сумасшедший. Так будут думать, это совершенно нормально. И, ну, как бы, вот в этом ничего плохого нет. Поэтому, если кто-то будет вот так вот про тебя думать, ты по Христу идешь. Я даже тут вот, ну, стихи выписал. Сам Христос как начинал. Марка, 3-я глава. 21 стих. И, услышав, ближние его пошли взять его и поговорили, что он вышел из себя. Иисус вышел из себя. Все, наш старший брат улетел. Чего-то там вообще. И потом мама с братьями, да, пришли забрать сыночка. Я помню, ну, я, я так говорил по Христу, вот в своем христианстве. Вот я вспоминаю, меня привезли, привезли, да, в Самару, перевезли. Я был в Москве там полтора года, а потом вот я в Самару был транспортирован. И мы здесь, ну, как бы вот в центре жили, служили. И мне разрешили, как бы родителей привезти в центр, ну, просто в гости посмотреть, потому что у нас такой закрытый центр, это действительно требовалось кого-то. Ну, мне разрешили. И вот они пришли, я им показал центр. А потом я их это, я говорю, я здесь и на гитаре играю. И я их посадил, перед собой там на кровати, короче, и спел им песню, христианскую песню. И я видел вот эти, я сейчас вспоминаю, я видел вот эти вот глаза. Нормально, да. И куча мыслей там каких-то вот. А сын здесь вот христианскую песню в голос вот поет. Ну, действительно такой вот, я бы сейчас этого не сделал даже. Ну, я настолько, когда вот, ну, вот молодой был, настолько мне это вот хотелось этим делиться, что вот это, и я, и они вот именно, я так понял, что они вот после этой песни, они так, ну, все. Они уходили, давай, сынок, все, ну, как бы нормально. И я уверен, что у них были какие-то там мысли про то, что вот надо как-то вытаскивать сына там, и что-то там куда-то идет, куда-то летит. Ну, то есть они, им совершенно это не открыто. Это, ну, я вырвал из контекста своей жизни, им тут песни про Христа спел. Мне казалось, что и они должны почувствовать то, что я чувствую. Но не почувствуют люди, не видят они как ты. И это нормально. Поэтому, знаете, вот, ну, должно быть вот эти вот моменты в нашей жизни, и мы не должны этого бояться. Потому что, в первую очередь, я говорю, по сути, людям все равно, знаете. И они потом твоими друзьями будут нормально. Они просто переживут вот этот вот стресс, что ты уже заявил об этом, что ты христианин. И все, и потом они будут уже нормально на тебя реагировать. И сейчас так же, и мама, и брат, и все уже, ну, как бы свыклись с этой мыслью, что я христианин. Но когда я там, я вижу и понимаю, и слышу там мысли того же брата, когда я ему проповедую и говорю про Христа, и я чувствую его вот эту мысль, как он, как она ему мешает в том, чтобы принять то, что я говорю, что я не хочу, чтобы вот обо мне все подумали, что я погнал. Что я такой стал религиозный, короче, и богомол там, я не знаю, ну, как вот у нас там, вот. Вот про меня тут слухи на управе ходили, что я батюшка там, что, а что там с бородой, не с бородой и так далее. То есть вот, ну, понимаете, они, такая мелочь, такая вот, ну, все это настолько действительно неважно, и людям все равно, они продолжают жить своей жизнью. Поэтому вот, ну, не бойтесь вот этого, и я говорю, что это, ну, должно быть. При покаянии вот это должно быть. Вот это как свидетельство твоего настоящего покаяния. Пускай, может быть, еще неглубокого, да, потому что, вот я говорю, у покаяния разные-разные уровни есть. Но у него, у них есть одинаковые моменты. И вот мы у Павла видим, да, что вот именно вот это и произошло в Павле. Вот это вот небоязнь. Я говорю, вот мы так читаем быстро, что Павел ехал с письмами от первосвященников в Дамаск, чтобы гнать христиан. И тут вдруг ему что-то в голову стукнуло. Вот, ну, потому что для людей это так, это он там рассказывает свет с неба. А тут он с лошади упал просто. Приспал, наверное, и упал. И были у него какие-то там видения. И человек долбанулся, да, головой о камень. И все, и он, понимаете, ему в первосвященнике, алло, а он абонент, не абонент уже. Он должен был там в этом направлении двигаться. И тут он вообще в другом направлении двигается. Представляете, вот как тоже у него могло быть, вот, ну, в мышлении, а как они обо мне поговорили. У него была целая жизнь, целая карьера, целая система отношений. И вот, благодаря вот просто вот этому откровению, встрече с Христом, он просто все это перечеркивает и идет вот с нуля просто. Причем еще, ну, с такого нуля, где его еще там, ну, не принимают, все от него шарахаются. Но он не может, ему надо проповедовать о Христе, все. Ему столько открылось, его сам Бог коснулся, и он хочет это всем рассказывать и делиться. Понимаете, вот оно, пум, изменение ценностей, изменение вот именно в круге общения даже. Вот, вот. Поэтому не бойтесь этого, и это совершенно нормально. И мы должны через это пройти. Кто, Иисус говорит, исповедует меня перед людьми, того исповедую я пред ангелами. Кто постыдится меня перед людьми и не исповедует, отречется, того и я отрекусь перед Богом, перед ангелом, перед Отцом. Вот, там, единственная, да, вот, вроде такая маленькая вещь. Он больше ни про что не говорит, где он отречется от нас. А вот, если не будем его исповедовать, если не будем это практиковать, если нам стыдно, то мы какие-то ненастоящие, то он нас и не знает. Поэтому горите, проповедуйте, любите и не бойтесь, что подумают о вас люди. Не бойтесь, они подумают нормально, они вас зауважают потом, со временем. Это действительно так будет, все зауважают. Но сначала, возможно, на вас будут чуть-чуть смотреть, как на сумасшедших. Вы, ладно, это по Библии. Вот, да, это то, о чем мы говорим, покаяние, перемена ценностей. Все, то есть, все, что было, да, и вот мы Павла можем прочитать филиппийцам. Вот, об этом своем падении с лошади, можно так сказать, Павел здесь пишет. Об этом своем изменении, да, вот то, что я вам сказал, что у нас есть не только вот эта вот, ну, жизнь Павла, вот в его поступке, у нас есть мысли Павла. У нас есть вот это вот, то, что он достает нам из себя. Павла, филиппийцам, 3 глава, с 4 стиха. Хотя я могу надеяться и на плоть, если кто другой думает надеяться на плоть, то более я, обрезанный в восьмой день, из рода Израилева, колено Вениаминова, евреи от евреев, по учению фарисей, по ревности, гонитель Церкви Божьей, по правде законной, непорочной. Вот он перечисляет все свои, то, чем он жил, все свои ценности. Все у него там ровно. Родился правильно от этих, рос правильно, воспитывался правильно, учился. Где-то он еще говорит, что я был в учении гораздо усерднее всех моих сверстников. Он вот настолько действительно вот это все, он хотел этой карьеры, хотел вот этого самого верха. Наверняка, вот, ну, его тропинка, это первый священник, как минимум. То есть, это вот потенциальный будущий первосвященник, вот, ну, там, поэтому, вот, хотя, наверное, не знаю, мог он быть там первосвященником или нет. Ну, дело не в этом. В Синедрионе он бы там сидел, был бы один из знаменитых. Но, и вот он пишет об этом развороте дальше. «Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел считаю, да и все почитаю считаю ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для него я от всего отрекся, и все почитаю засор, чтобы обрести Христа и найтись в нем, не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере, чтобы познать Его и силу воскресения Его, и участие в страданиях Его, сообразуясь смертью Его, чтобы достигнуть воскресения мертвых. Так говорю не потому, что я уже достиг или усовершился, но стремлюсь, не достигну ли я, как достиг меня Христос. Аминь. И вот 15 стих, он же здесь, да, вот «стремлюсь, братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее, простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести высшего звания Божия во Христе Иисусе». Итак, кто из нас совершен, тот должен мыслить так. Если же вы о чем иначе мыслите, то и это Бог вам откроет, да, то что, ну вот, он нам открывает вот это вот сердце христианина, настоящего, изменившего, да, свои ценности в жизни, что он говорит, что вот все, что я раньше гордился, то, кем я был, каким, чего достигал, он говорит, все в канаву, щитой почитаю, за ссор, за мусор. Говорят, там использовано более жесткое слово на букву «Г». Понимаете? Вот, ну, он прям очень жестко об этом говорит, я это прям, говорит, за столько вот, ну, вот, ни за что не считаю. Вот оно, понимаете, перемена, перемена ценностей ради Христа. Ради Христа я полностью развернулся. И теперь моя жизнь – это он, я вот полностью его хочу достигать и посвящаться. И потом он нам в конце говорит, кто уже совершен, совершен – это не значит, что ты совершенный не грешишь. Совершенный – значит, ты завершенный, законченный, готовый, все, выросший, да, состоявшийся, да. И вот он говорит, кто уже состоялся, должен думать так. Если вы еще пока, ну, с другой стороны, оговорится, если вы еще пока так не думаете, то Бог вам откроет. Не переживайте, думать будете вот только так. Потому что, ну, это действительно, вот, он нам открывает вот этот вот внутренний мир перемены ценностей в жизни. Аминь. Поэтому, вот я говорю, что очень важно нам, чтобы покаяние произошло на всех уровнях. На всех уровнях. И поверхностное, и результаты покаяния, и видимая его часть должна быть, и обязательно должна быть вот эта вот глубинная часть. И вот про самую глубину я хотел бы привести еще один пример. Тоже, это уже Иисус рассказывает про глубину покаяния. Это история с блудным сыном. Давайте откроем. Лука, 16 глава. Да, вот, я специально подобрал, так, чтобы вот мы вот быстро смогли посмотреть. Вот Петра, Павла и блудного сына. Вот, вот, трех людей с моментами покаяния. Для того, чтобы нам все-таки понять, что это и куда нам. Потому что вот даже Иисус в своем учении, когда он в 16 главе, там, вся 16 глава, она, вот, о покаянии. Не вся, так. 17, да? Не, подождите. 15? 15, да? Да, 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 15. Вся 15 глава. То есть, там идет история о потерянной Драхме, история про овцу. И вот, если в истории про Драхму и про овцу, там просто вот рассказывается, да, да, там, потерялся овца, оставил 100, пошел, нашел эту овцу, был рад, ангелы радуются. И вот он говорит, что, ну, вы поймите, что на небесах радуются покаянию, радуются, когда грешник в себя приходит, когда одумывается, да. И вот, ну, там мы видим, монетка, овца, как-то вот там мыслей не так много, да, там, ну, суть. Но потом нам рассказывают эту историю о блудном сыне, где есть уже вот эта вот история, да, где есть, и давайте мы ее быстренько прям прочитаем. Еще сказал, у некоторого человека было два сына, и сказал младший из них отцу, отче, дай мне следующую мне часть имения, и отец разделил им имение. По прошествии немногих дней младший сын, собрав все, пошел в дальнюю сторону, и там расточил имение свое, живя распутно. И когда же он прожил все, настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться. И пошел, пристал к одному из жителей страны, тот, той, а тот послал его на поля свои пасти свиней. Но он рад был наполнить чрево свое, и он рад был бы наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи. Но никто не давал ему. Придя же в себя, сказал, сколько наемников у отца моего избыточствуют хлебом, а я умираю от голода. Встану, пойду к отцу моему, и скажу ему, отче, я согрешил против неба и перед тобою, и уже не достоин называться твоим сыном, прими меня в число наемников твоих. Встал и пошел к отцу своему, и когда он был еще далеко, увидел его отец и сжалился. И побежав, пал ему на шею и целовал его. Сын же сказал ему, отче, я согрешил против неба и перед тобою, и уже не достоин называться сыном твоим. А отец сказал рабам своим, принесите лучшую одежду, и оденьте его, и дайте перстень на руку, и обувь на ноги, и приведите откормленного теленка, и закалите, станем есть и веселиться. И этот сын мой, ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся, и начали веселиться. Старший же сын его был на поле, и, возвращаясь, когда приблизился к дому, услышал пение и ликование, и, призвав одного из слуг, спросил, что это такое. Он сказал ему, брат твой пришел, а отец твой заколол откормленного теленка, потому что принял его здоровым. Он рассердился и не хотел войти. Отец же его, выйдя, звал его, но он сказал в ответ отцу, вот я столько лет служу тебе, и никогда не приступал приказания твоего, но ты никогда не дал мне и козленка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими. А когда этот сын твой, расточивший имение свое, с блудницами, пришел, ты заколол для него откормленного теленка, он же сказал ему, сын мой, ты всегда со мной, и все мое твое. А о том, что надо было радоваться и веселиться, а о том, что надо было радоваться и веселиться, что брат твой сей был мертв и ожил, пропадал и нашелся. Аминь. Вот представьте, да, просто вот Иисус говорит про покаяние, и вдруг рассказывает такую притчу, с столькими вот поворотами там, сюжетом, мыслями там и так далее, понимаете, да? Опять же, это вот я к тому, что покаяние это не такая простая вещь, понимаете, да? Что вот там есть некий даже процесс жизни человека, и мы видим, что есть человек такой, как старший брат, который именно вот, ну, не может иметь вот правильное сердце перед Богом без вот того, то есть мы видим, что вот этот вот брат, который согрешил, он имеет более правильное сердце по отношению к Богу, и Бог ему перстень дает. Вот уже как бы, ну, часто говорят об этом, я слышал про покаяние, то есть это символ власти, понимаете, то есть вот какой сын будет иметь власть, вот какому сыну я хочу оставить свое наследство, кого я хочу сделать действительно наследником в своем доме. Сына, у которого сердце правильное по отношению ко мне, который прошел определенный процесс, а тот, который, вот, ну, мы видим, что как-то вот оно так получается, тот, который в доме отца, он не имеет вот этой глубины в своей жизни, не имеет, его мотивы не вычищены. Вот у него есть вот эта похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, она в нем, он в доме отца, но мир в нем. У него есть недовольство к Богу, у него есть зависть к брату, у него есть вот это вот, ты мне и козленка не дал с друзьями повеселиться. У него есть, наверное, тоже там, он это слово так выделяет, знаешь, ты там с блудницами. У него, наверное, есть тоже желание там с блудницами. А ты вот, он его мечту тут выполнил, с блудницами там побыл. Он с блудницами там. А сам в телефоне, наверное, там смотрел все это. То есть, ну, мы видим, как вот два человека могут быть в церкви, это все может быть. И нам нужно понять вот то, что сделало вот этого вот сына, действительно принятым отцом, и вот это вот, ну, настоящее то, что он пережил, что он, вот это его готовность, да, что, что опять же такое покаяние, с чего оно здесь начинается. Смотрите, да, он там в дальней стране, он расточил все, настал голод, он стал нуждаться. И там такой стих есть, да, придя же в себя. Семнадцатый стих. Придя же в себя. Вот он, начало покаяния. Понимаете, вот придя в себя, одумавшись, да, вот оно, да, вот в этом моменте начинает работать. Но мы видим, что, ну, как бы оно не остановилось у него, да, просто мысль пришла. Он пошел, он пришел в себя, и он начал проговаривать то, что он скажет отцу. Он начал вот, ну, готовить свою встречу с Богом, готовить свое сердце, да, уже вот у него началось, вот, ну, как бы, какой, какая причина, что я могу вернуться. Какая причина, мне нужна причина, а примут меня, не примут. А какая причина, да, вот признать то, что вот я все расточил. Но он идет, и вот сердце его такое, что он идет к Богу не ради того всего, что есть у Бога, а просто ради вот того, чтобы просто быть в доме. Он готов быть мизинцем. Он готов быть вот этим вот ногтем на мизинце. Вот этим ногтем даже отросшим, знаете, вот, который постригают. Вот, ну, прям вот самым, самым чем-то маленьким, как много, говорят, там работников. Вот буду там просто работником. И все. Потому что недостоин. Он действительно так думает. Понимаете? И вот это сердце получить не так-то просто от Бога. Это, вот это сердце, оно получается в определенном процессе, когда мы живем. Потому что многие из нас все равно приходят к Богу ради того, чтобы от Него что-то получить. Ради того, чтобы... Я говорю, у меня тут не было с одним реабилитантом. Он пришел, мы его приняли, там достаточно быстро, и он такой, а, да, и обувь, и это, и перстень, да? Да. И, ну, то есть, и человек уже сразу пришел. То есть, знаете, мы иногда как хотим. Не действительно вот это вот все пережить внутри себя, да? Чтобы это настоящее было. А так вот по лукавости уже хотим прийти к отцу, потому что знаем, сейчас придем, обувь дадут, одежду новую дадут, пир устроят, перстень дадут, и вот мы уже, уже такие приходим, ну и так, Бог так, ну, ну, чё? Ну, чё, чё, ты же знаешь, давай перстень. Да? Ну, чё, где? А ничего не дается, ничего нету, и ты разочарованный. Понимаете? Я про сердце говорю, да? Про наши ожидания, потому что у нас сразу уже большие ожидания. Мы же видели уже конец притчи. Но для того, чтобы вот эти большие ожидания сбылись в нашей жизни, нам сначала нужно пройти вот через это сердце блудного сына, которому только, ну, вот лишь бы быть в доме отца. Понимаете? И вот, ну, у меня действительно была именно с этой историей связана вот, ну, часть вот такой моего покаяния. Тоже я слышал эту историю на первой конференции, на которой я был. Я был около четырёх месяцев. Мне, вот, я действительно принял, как я говорил, стал быстро хорошим, и мне стало, ну, хорошо вот в этом достижении христианской жизни я тоже ожидал, что по-любому Бог всё самое лучшее даст мне. Только когда же вот даст, не знаю, но даст. И потом вот эта притча. И проповедник так хорошо её разложил, и я сижу, и мне прям вот, ну, я понял эту суть, понял эту глумину, думаю, не получится у меня сымитировать мою нужду-то. Я же ведь действительно, как бы, хочу всех вот этих вещей, но внутри я себя не ощущаю так, как этот блудный сын. Я не ощущаю себя, что я готов быть самым последним, но лишь бы быть. Я уже заранее хочу быть кем-то и быть чем-то. И я понял, что вот, ну, всё, моя дверь, дверь вот в Царство Божье, она мне вот через это, она закрыта, потому что блаженный нищий духом, потому что вот, ну, я пытаюсь, как бы, вот, взять вот эти вот все самые лучшие вещи, не пройдя через сам вот этот вот процесс. И я в тупик попал. Я выслушал эту проповедь, и я попал в тупик. А что же мне делать? Ну, я же говорил, помните, у меня раньше приходили мысли там, что все вокруг там очень много кололись, и, а я тут всего чуть-чуть, что мне идти опять туда, значит, надо? Опять туда в грех идти? Ну, нет, у Бога есть другие способы, другие варианты. И я просто понял, что, ну, я хочу, и я у Бога попросил. Я сказал, Бог. Вот именно в этом моменте, когда все осознал. Говорю, я хочу, чтобы ты дал мне такую же нужду, как у Него. Чтоб я действительно пережил вот эту настоящую нужду в тебе. Не вот ради вот этих того, что ты мне дашь, как ты меня благословишь, а чтоб я действительно вот пережил, как этот блудный сын. Чтобы единственное желание моего сердца, это быть просто с тобой. Быть просто у тебя. И все. Как от всего этого очиститься? Я даже не представляю от всех этих вот вторых мыслей, от того вот моего мышления. Как мне прийти вот к этой одной мысли в моей жизни? Что вот я хочу быть только, ну, как бы, лишь бы ты хочу, вот, нужда в Боге, понимаете? Что не нужда в том, что Бог дает, а нужда именно в самом Боге. И я хочу это пережить. И я вот осознанно говорю, Бог, я у тебя этого прошу. Потому что я понимаю, что я это сам не смогу в своей жизни. Я, все, что я могу, это имитировать это. Но вот это я не смогу сымитировать. Если у меня будет хотя бы чуть-чуть какая-то вторая мысль в моей голове, чтобы что-то вот через это получить, не работает. Мне нужна вот действительно чистая, пустая голова и одна мысль. Бог на первом месте. Бог на первом месте. Не знаю, где я буду, вот только ты. И я вот этого попросил у Бога. И у меня такая мысль сразу возникает. Ну, я думаю, как Бог мне сказал, или я внутри себя. Ты точно хочешь через это пройти? Ты понимаешь, что ты просишь? И я еще раз сказал, да, я понимаю, что прошу. То есть я понимал, что когда я буду через это проходить, ох, мне будет не очень приятно. Ох, мне будет вот, ну, внутри меня будет всего как бы сжимать. Да? Но я понимал, что я не смогу, я не хочу быть, вот как этот старший брат. Я не хочу вот делать вид, что у меня все нормально, все в порядке, а внутри меня вот это вот все живет, и я просто иду вот мимо, я разочарован Богом. Видите, да? Вот к чему ведет вот это фарисейство, законничество, да, неглубокое христианство? Оно ведет вот к этой нелюбви к Богу на самом деле. Что в наших, в нашем этом основании, в нашем вот соприкосновении с Богом не любовь, а какие-то другие вот личные мотивы и амбиции. А вот в этом основании, вот в этой глубине, вот на этом дне, на этом фундаменте должна быть вот эта вот любовь к Богу. Как Иисус Петро. Любишь меня, Петр? Он отрекся только что. Иисус это не волнует. Иисуса волнует, ты меня любишь. Вот он все, вот он пустой. Вот у него нет уже никаких других вот этих вот мотивов. И он просто может сказать, да, люблю тебя. И даже психануть немножко может, что вот, да, люблю тебя. Обидеться даже может, вот. Но это действительно его сердце на этот момент. Он действительно вот, ну, ничего больше не хочет, ничего не имеет. Он хочет быть с Иисусом. Он хочет быть, чтобы Иисус продолжал жить. И это его надежда. Понимаете? Вот, ну, в его жизни. Поэтому вот, ну, вот до этого момента, ну, вот я, я вас призываю. Кто, кто не прожил, не пережил, просите у Бога, вы переживете. Понимаете? Он не пройдет. Вот. И еще раз, вот я, как я хотел сказать, вот, опять же, да, хорошее, как определение, что такое покаяние. Когда я могу у Бога просить духовные вещи. Никогда моя молитвенная жизнь заканчивается только нужно это, нужно то или то или то. А что я действительно готов у Бога просить вот эти вот, может быть, для меня не очень приятные, но по-настоящему духовные вещи. Что я у него готов попросить нужду в нем. Понимаете или нет? Что я готов его попросить, что веди меня так, как ты хочешь. И я, понимаете, когда я так прошу, это настраивает меня, что не, что я буду проходить через эти моменты. И вот, знаете, я вот это вот попросил и забыл. И прошло, наверное, года, ну, год точно, года полтора. И я уже вот был в Самаре. И на меня такая печаль навалилась, что я уже был ответственный, я играл на гитаре. И вот у меня было такое состояние, что я хотел просто прийти к людям и сказать, вот гитара, вот моя ответственность. Ну, я не тот, кто я есть. Я, ну, как, я не могу быть ответственным, я не могу это нести, все, ну, как. Ну, я не решился на это и не сделал этого, да, пережил этот внутренний момент, потому что вот как я начал достигать вот этого дня, мне Бог взял и напомнил, а ты помнишь, что ты у меня просил? И я говорю, да, я помню, что я у тебя просил. И тут же мое состояние изменилось, потому что я этого просил. И тогда, когда вот, ну, вот, он говорит, ну, вот, ты здесь. И тогда я там залазил, я помню, я работал на стройке, мы там полы делали, второй этаж, и я залазил куда-то под доски в подвал там, вот в эту темноту, вставал на колени и говорил, Бог, я вот только тебя хочу любить, я хочу вот только быть вот действительно вот этим мизинцем, но только быть с тобой. Все, наполни меня своей любовью, мне больше ничего не надо. Мне не надо позиции, мне не надо ничего, вот только с тобой хочу быть. И вот с этого вот началось настоящее возрождение, настоящее облегчение, настоящее уже вот все, я начал чувствовать вот этот вот фундамент в своей жизни, что я могу верить, что я действительно сейчас именно верю в Христа, понимаете? Не чувствую там что-то, а я верю, потому что вот больше ничего нет, что вот, ну, я верой на него полагаюсь, потому что он все сделал, он мне дал обетование, он мне сказал, что он меня доведет, он теперь ко мне развернут полностью, как этот отец, понимаете? Поэтому вот в покаянии есть вот этот вот процесс, да? Одно дело, когда он пришел в себя, он подумал, он сказал, вот приду к отцу и скажу ему вот так, но он еще не пришел и не сказал, но он уже начал об этом думать, что я хочу сказать отцу так, и пошел. И написано, когда было еще далеко. Отец выбежал, понимаете? И вот Бог, он такой, вот он ждет от нас настоящего вот, и вот он, ну, не может ничего сделать, он понимает, что его дети должны пройти через этот процесс. Вот он, ну, не может он нам начать там помогать, но как только мы пройдем через этот процесс, тогда все начинается достаточно быстро, тогда все начинается уже в твою сторону и все, и уже, и уже давай, одевайся, обувайся, и все, и праздник, и так далее. Вот, поэтому я здесь для себя написал, ну, и для вас, то есть, и так, покаяние в законченном и углубленном понимании, это внутренняя глубокая перемена ценностей, проявляющаяся во внешней жизни человека. Внутренняя глубокая, глубокая перемена ценностей, именно ценностей. То, что для нас было ценно, оно становится другим, и вот, ну, вот здесь вот, этим измеряется твое покаяние, и глубина твоего покаяния. Вот, и действительно, покаяние – это процесс изменения твоего. Вот, поэтому на этом сегодня закончим. Давайте встанем. Если кто-то хочет, чтобы за него помолились, можете заявить, но мы за всех и так помолимся. Вот, я вам этого желаю, я вам этого просто, вот, предлагаю, рассказываю, вот, показываю, я говорю, что мы должны понять, как это вот в Библии все происходило, происходит, плюс свидетельства, те, которые есть, и самое главное, плюс ты сам, живой. Вот, потому что ты эксклюзивный, ты будешь иметь свое эксклюзивное свидетельство, свое эксклюзивное покаяние, свои личные отношения. Вот, и Бог тебе не позволит встать на фундамент другого человека. Понимаете? Я хотел на них встать, я хотел что-то подстроить, как у другого и так далее, и хотел вот этим укрыться, хотел этим ободриться, что, а у меня вот это вот так же, у меня, и мне всегда не хватало чего-то. Поэтому Иисус говорит, не пришивают заплатку к старой одежде, не пришивают. Мы иногда хотим вот заплатками тебя обвешиваться и соответствовать чему-то. Вот, есть Библия, есть Слово Божье, есть личные отношения с Иисусом Христом, и вот там надо это все и искать. Аминь. Поэтому, пусть вас Бог благословит и вознаградит вас этим даром настоящего, глубокого, истинного покаяния. истинного покаяния. Продолжение следует...